Мы живем во время, когда одно выдается за другое. Никакая литература называется литературой. Никакая режиссура называется режиссурой. Никакой спектакль называется спектаклем. Время подмен. И поднять до уровня искусства можно вот так. Один сказал гениально, другой сказал потрясающе. И покатило. И покатило. И создается образ тот. Он ложный образ, но он создается. Вот если вас сейчас снять, на ютубе вы наберете, в лучшем случае, 50-100 тысяч. А, к примеру, дневник хача или какой-то блогер с мутным контентом набирают миллионы. То есть это искажение. Они не умеют упаковывать сегодня. Вот и все. Я же сказал об этом. Потому что сами родители, воспитанные этими сериалами гламурными, про эскортниц, про интриги, про менеджеров, про миллионы, про людей в открытых феррари, про людей, которые живут в трехэтажных квартирах с видом на Красную площадь, про сыщиц, которые день и ночь занимаются своей тяжелой работой, про собак с интеллектом, доктора наук и так далее. Когда кожзаменитель, дермантин попросту, выдается за кожу. Похоже на кожу, но не кожа, но похоже. А где настоящее? Вот это один подвижник в 89-м году встретил на фоне. Какой паломник сказал, запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь. Все остальное, век хуже смерти. Только на жизнь мы пропадем, без любви пропадем. Здесь-то жить хотя бы вместе. В мире. В любви. Да. А уж там. Да. Я вдруг подумал, елки-палки, я о чем снимал свой фильм? Я об этом снимал свой фильм. Вот тот фильм «Солнечный удар». Я снимал об этом, о том, как пропускается. Здесь пропустили, там пропустили, это забыли, это не важно. Русская элита допустила и пропустила революцию 5-го года. Русская элита с ее молчаливого согласия был убит гениальный человек Столыпин. С ее молчаливого согласия, и не только согласия, а еще и участия, совершилась и февральская революция, и Великая Октябрьская революция. Этот грандиозный, потрясший мир переворот и гражданская война, пришедшая за этим. С молчаливого согласия этой элиты, этого креативного меньшинства, и при участии его, развалилась страна, которая называлась СССР. Разграбилась страна, которая только-только начинает подниматься и приобретать какое-то внутреннее ощущение своей целостности и значения в собственных глазах хотя бы. Я пробираюсь по остолкам детских грез в стране, родной, где все как будто происходит не всерьез со мной, со мной. Куда-то ж было так устать, дотянув за возраст на креста, Господи! А вокруг как на парад, вся страна шагает в ад в широкий пост. Куда-то ж было так устать, дотянув за возраст на креста, Господи! А вокруг как на парад, вся страна шагает в ад в широкий пост. Куда-то ж было так устать, дотянув за возраст на креста, коснулась быа. Тот truck из всех, что было так устать. Я хочу показать вам кусок из своей картины. Посмотрите, что такое осознание произошедшего, но только уже стоя на краю, когда дальше уже идти некуда. Посмотрите. Ни стыда, ни греха, ничего нет. Все потеряли. Все можно, все. Все сами сделали. Все своими руками сделали. Что? Я что-то не видел? Мы что-то не видели? Не понимали что-то? Я все видел, все понимал. Все понимал. Только ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. А зачем? Пусть это кто-то другой. Пусть это как-то само. И успокоились. Страна большая. Здесь загадим. Туда перейдем на чистую травку. Там усядемся. Места много. Обойдется. А не обошлось. А не обошлось. Не обошлось. Я не хочу, чтобы потом каких-нибудь два человека, как эти два офицера, стояли друг против друга. И один бы сказал, думали, обойдется. А не обошлось. А другой повторяет. Не обошлось. Я не хочу дойти до этого. Потому что благие намерения без решимости – пустой звук. Пустой звук. Я решительно против лжи, подтасовки, двойных стандартов, изумительного, безнаказанного ощущения вседозволенности. Я против этого. Как же нам требовать, чтобы из нас выходили мужи, способные действовать и поступать обдуманно? Как удивляются, что беспрестанно выходят скороспелки, выскочки, непостоянные люди, легкие люди, неугомонные коверкатели, опрометные чаю, бессильные, воздействие страстей. Блестящие. Морозным утром 22 декабря 1849 года к столбам, надев на них балахоны, привязали петрашевцев. Задробил барабан, солдаты прицелились, в последнее мгновение казнь заменили каторгой. И Достоевский, а главы преступления и наказания, русский вестник публиковал одновременно с тем, что выльется потом в войну и мир, в это мгновение стал верующим. Не помню другого такого счастливого дня. Я ходил по каземату и все пел, громко пел. Как оглянусь на прошедшее, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить. Как я не дорожил им, сколько раз грешил против сердца моего и духа. Жизнь дар, жизнь счастья. Каждая минута могла быть веком счастья. Клянусь, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Федор Достоевский. Есть книга, в которой сказано все. Все лишено. Книга Святая Божественная, книга Вечная Жизнь, Вечность. Это Евангелие. Те истины, которые там даны. Основание Евангелия, Откровение истины последствия, любви и благодати. Давайте помогать детям. Помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это дети. Детям Донбасса, которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем, не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня. Не завтра, а сегодня. Спасибо. Спасибо.